ну давайте начинать сегодня мы будем рассматривать модели потоков давайте немного мотивации мы до этого тоже рассматривали модели с правдоподобием просмотрели два класса на первой лекции были авторегрессионные модели которые декомпозировали наше правдоподобие кондиционного и собственно что мы имели мы имели вычислимое правдоподобие которое вычисляется собственно по формуле которая здесь указана но у нас не было никаких скрытых перемен и были мало модели со скрытыми перемен которые были две лекции назад две лекции назад две прошлые лекции которые вводили соответственно это переменную и правдоподобие читали но не полное подобие читали игрирую по всем следственно у нас было какое-то скрытое представление но у нас не было вычислимом правоподобие, поэтому мы городили низные оценки, максимизировали LB и вот это вот все. Соответственно, зачем нам вообще нужны скрытые переменные? Скрытые переменные хороши тем, что зачастую нам не хочется работать с самим объектом, с самим объектом X, потому что он может быть сложным. Опять же, давайте будем думать о картинках, которые живут в большом пространстве, а мы бы хотели иметь какое-то скрытое представление, которое бы, возможно, было бы меньше по размерности, было бы более хорошим в плане того, что пространство имело бы какое-то там внутреннее хорошее устройство, мы бы могли, не знаю, ходить по пространству, оно у нас было бы как-то интерпретируемым и вот это вот все. Соответственно, мы бы хотели получить какую-то модель, в которой были бы и скрытые переменные, при этом бы мы еще правоподобие могли считать. И, соответственно, модели потоков как раз позволяют нам это сделать. Давайте немного интуиции разовьем в это все дело. Давайте представим, что у нас есть некоторая случайная величина X с плотностью распределения P от X, соответственно, и вам должен быть известен тот факт, что функция плотности распределения от этой случайной, не функция, функция вероятности, функция вероятности от этой случайной величины будет распределена равномерно на отрезке 0,1. То есть, если мы возьмем просто интеграл плотности от минус бесконечности до, вот здесь должна быть на самом деле X большая, до нашей случайной величины, то мы получим равномерную случайную величину. Вот. Это факт из теории вероятности, я думаю, вам всем это показывали. Соответственно, что мы тогда будем уметь? Вот давайте представим, что наша функция вероятности обратима. То есть, мы можем, ну, мы имеем какую-то F минус 1, и мы можем ее считать. Тогда, если мы просто будем сэмплировать точку Z из равномерный случайный, ну, из равномерного интервала 0,1, будем подставлять ее в нашу обратную функцию распределения, то мы будем получать исходную, исходную случайную величину, которая будет иметь плотность P от X. Соответственно, вот здесь на графиках изображено следующее. Вот пусть у нас есть на левом графике график плотности распределения случайной величины X, который у нас какой-то сложный, многомодальный, вот с двумя колокольчиками вот такими, а справа изображена его функция вероятности. Соответственно, вот если по оси Z, по оси Y мы будем считать, что это некоторая случайная, равномерная случайная величина у нас живет от 0,1, и мы будем сэмплировать вот из промежутка 0,1, проецировать соответственно вот эту точку обратно в пространство X, то вот если мы много раз насэмплируем Z из равномерного распределения, спроецируем их обратно, то мы получим как раз-таки плотность распределения вот такую. Если мы, ну, вот вместо функции вероятности будем использовать функцию вероятности для X, в данном случае обратно. Что нам это позволяет сделать? Во-первых, давайте еще вспомним такой факт, как теорема замене переменных. Пусть у нас есть случайная величина X, есть, соответственно, какая-то функция F, которая является дифференцируемой и обратимой, причем условие обратимости очень важно, то тогда, если мы применим к этой случайной величине X данную функцию F и получим некоторую случайную величину Z, так как у нас F обратима, это у нас есть F-1, мы можем сделать, записать обратную и получить X как F-1 на Z, обзовем это буковкой G, просто потому что нам это еще понадобится, то тогда функция плотности распределения P от X выражается через функцию плотности распределения Z следующим образом. Мы должны умножить плотность вероятности Z на детерминант от матрицы Якобия DZ по DX. Вот, если мы... Рома, только я правильно понимаю, что PX и PZ это разные плотности? То есть PZ это тот, куда мы Z цемплируем, это одна плотность, а для X это другая плотность? Тебя смущает, что здесь нет индекса X и Z вот здесь внизу? Ну да, то есть это разная абсолютно плотность. Да-да-да, здесь имеется в виду, что функция плотности задается своим аргументом в данном случае. Да, это абсолютно разные функции, абсолютно. Соответственно, вот давайте еще вот сюда подставим F от X, получим P от F от X на детерминант, соответственно, вот такого выражения. Что важно здесь заметить сразу? Важно заметить, что в данной формуле X и Z у нас имеют одну размерность. Это, собственно, показано еще и вот здесь. Вот мы из RM в RM действуем. И сразу заметим факт, что детерминант вот такой вот штуки, если мы вот сюда вместо F подставим G в минус первой, то мы можем вот эту минус единичку вынести снаружи ее поставить, и то есть у нас детерминант вот этого выражения равен единице на детерминанта обратной функции. Вот. И сразу заметим, что функцию F мы, опять же, мы не хотим рассматривать какие-то абстрактные функции, а давайте сразу считать, что наша функция F, она параметрическая и задается некоторым вектором параметров θ. Окей. Теперь давайте переходить собственно потихоньку к модели. Вот что мы хотим сделать. Вот пусть у нас есть какое-то наше сложное пространство X, в котором вот какие-то там две луны живут. Мы бы хотели делать следующее. Мы бы хотели на этапе инференса некоторым преобразованием, которое мы сейчас назвали буковкой F, перегонять вот это вот сложное распределение в некоторое простое распределение. Вот в данном случае, ну, здесь что-то типа N01 нарисовано. Вот. И если мы будем знать такую F и, соответственно, будем уметь ее обращать, то мы также сможем генерировать новый объект. Мы будем просто сэмплировать из какого-то суперпростого распределения, например, N01 или, например, как в случае с плотностью вероятности равномерного распределения. И обратным преобразованием F-1 или, как мы его назвали, G, мы будем получать обратно наше сложное распределение, в данном случае с лунами. А можно уточнить? Да, конечно. Прошу прощения. А смотри, а я правильно понимаю, что F — это одно преобразование или это было что-то много преобразований, 5-6, там, композиция преобразований или это прям ровно одно? Это пока что какая-то параметрическая функция, про которую мы сейчас как раз и будем говорить, что она из себя может предоставлять. Подожди, короче, минут 5-7 станет понятнее. Пока что это какая-то функция, которая должна быть дифференцируемая и обратимая. Вот. Это все, что мы пока на нее наложили. Сейчас будем рассматривать какие-то частные случаи, чему оно может быть равно. Соответственно, что мы сразу вот, пока мы не говорим, как это получить, как это обучать и так далее, но если вот мы имеем уже вот такую F и F-1, то что мы можем делать? Мы можем получать скрытое представление с помощью функции F, мы можем считать likely-hot с помощью, соответственно, скрытого представления и формулы замены переменных, то есть мы получаем Z и считаем просто P от Z, где P от Z у нас какое-то простое, и мы его будем знать. Например, N01. То есть мы получили Z и посчитали нормальное распределение в точке, которую мы получили. И, соответственно, сэмплировать тоже просто. Мы должны просто просэмплировать из нашего base distribution P от Z, то есть из простого распределения с базу мы можем просто сэмплировать точки и, применяя обратное преобразование, мы будем с уверенностью получать наше исходное распределение. Окей, пока я думаю, что звучит просто, но непонятно, как это сделать. Давайте потихоньку переходить к математике. Математики на самом деле будет немного, сегодня будет много картинок. Вот наша задача, которую я из лекции в лекцию таскаю. Мы хотим, соответственно, параметры максимизировать у правдоподобия. И говорили, что оно у нас intractable. В aftergrace сионных моделях мы делали его tractable с помощью разложения на conditional, которые были какого-то простого вида. В латентных переменных мы его так и оставили intractable и ввели некоторую нижнюю оценку, которая подпирала эту штуку. А сейчас мы хотим сделать следующее. Мы хотим взять базовое распределение p от z, научиться считать какой-то вот этот страшный зверь, и тогда мы сможем считать p от x при условии z. То есть если у нас будет tractable и очень простой p от z, и мы научимся считать вот этот вот детерминант страшный, то в целом задача будет решена. Соответственно, дальше мы будем как раз-таки говорить о том, как бы мы могли посчитать вот этот детерминант попроще. Но для начала давайте рассмотрим следующую еще вещь. Вот пусть у нас есть вот это z, которая равна f от x, но функция f представляет собой суперпозицию двух функций f1 и f2, которые обе удовлетворяют условиям теоремы о замене переменных, то есть являются дифференцированными и обратимыми. Вот, это, собственно, ответ, наверное, на твой вопрос, что такое f. Что мы тогда получим в этом случае? Ну, давайте запишем вот исходную формулу, подставим функцию f от x, подставим суперпозицию функции, пока ничего сложного. Дальше распишем вот эту вот частную производную как произведение производных сначала f2 по f1, а потом f1 по dx. df1 по dx. Тоже ничего сложного. А дальше вспомним, что детерминант произведения матриц равен произведению детерминанта. Соответственно, что мы получаем? Мы получаем, что в данном случае, если f является суперпозицией функции, то p от x задается в следующем виде. Вот это, это просто базовое распределение, так как f от x это z, это, соответственно, плотность распределения z, которая какое-то простое, равномерное, нормальное, что-то простое. А тут будет произведение детерминантов. Соответственно, вопрос, а что если f является суперпозицией из n функций? Вопрос, конечно, сложный, думаю, что вы можете догадаться до ответа сами, что в данном случае, ну, вот здесь будет не два детерминанта, а детерминантов. Вот. Окей. Теперь формально определим поток. Ну, соответственно, если мы формуле, которая была до этого, вот здесь логарифмики подставим, то у нас будет сумма вместо произведения. Это понятно, это я не комментирую. Соответственно, определим нормализационный поток, как некоторое дифференцируемое обратимое преобразование из наших исходных данных в некоторый шум z. Почему шум? Потому что, ну, некоторое простое распределение, которое не несет в себе никакой информации. Нормализационный он потому, что он, соответственно, преобразует наши исходные данные в сложном пространстве в некоторый шум, а поток, потому что, ну, последовательность таких преобразований суперпозиция тоже является потоком. Соответственно, если наша z теперь является, вот на прошлом слайде надо было букву k большой написать, но ничего. Соответственно, если z является суперпозицией вот k больших таких функций, то x получается применением k раз обратных этих функций в другом порядке или что то же самое применением функций g. И плотность вероятности записывается как произведение базовой плотности вот в этой точке, соответственно, полученной из x, это точка z, и произведение детерминантов. Окей, вот сейчас пока все понятно? Да, но можно небольшое уточнение, если только не забегая вперед. Смотрите, вот если мы прологарифмируем, у нас получается, соответственно, формуле будет логарифм pf от x, плюс сумма логарифмов частным производным. И вот смотрите, я правильно понимаю, что логарифм pf от x это как раз мы вместо pf от x это подразумеваем точку, которую мы легко сэмплируем, там нормальное распределение или равномерное, но из которого легко сэмплировать, так? Да. И вот логарифм потом нескольких, допустим, там, допускаем у нас функционал наше преобразование f, это композиция там пускай 30 преобразований. То есть, например, мы знаем, что там суммировав 30-30 таких частных производных, мы придем к нашему страшному зверю. И просто такой вопрос немного непонятный. А сколько точно, вот типа, понятно, как прийти из страшного зверя к чему-то нормальному, а сколько нужно итераций, то есть сколько нужно раз логарифмировать вот этот детерминат, ну, то есть сколько нужно знать слагаемых во втором слагаеме, слагаемыми, чтобы точно от простого распределения, с которого мы сэмплируем из нормального или равномерного, прийти к страшному зверю, с которого приходят картинки. Правильно ли я понимаю, что твой вопрос, чему должно быть равно К большое вот на этом слайде? Ну да, да, вот чему К большое должно быть равно. Смотри, ну тут вопрос аналогичный тому, сколько нам слоев выбрать в нашей нейросети. Ответ такой, если данных супермного, то чем больше, тем лучше, но в какой-то момент ты обязательно переобучишься. Мы сейчас рассмотрим, там будет сейчас несколько картинок, которые будут говорить, сколько достаточно. В простых случаях обычно достаточно трех-четырех таких членов, чтобы получить достаточно сложное преобразование. Если ты решаешь какую-то действительно большую задачу, там генерацию лиц в высоком разрешении, то там тебе надо побольше. Трех-четырех, ты тремя-четыремя ничего не сделаешь. Ну, собственно, теоретического ответа на этот вопрос нет. Это гиперпараметр, с которым надо играться. Да, просто возникает вопрос. Вот, допустим, мы возьмем распределение, с которого легко сэмплируют, да, вот наше нормальное. И пускай, допустим, композиция наших преобразований приведет нас к двум лунам, да, про которые мы говорили. А что есть в распределении, с которого приходят картинки, это не эти две луны? Не понял вопрос. Ну, смотрите, вот мы же как-то сначала... Да, говорите. Мы сэмплируем правдоподобие, мы хотим добиться того, чтобы обратное преобразование от F нам давало как раз-таки истинную плотность вероятности. Понятно, что с какой-то ошибкой, вот, потому что у нас, ну, во-первых, параметрический класс распределения, во-вторых, он узкий, потому что мы сейчас еще и условия какие-то на F наложим. Вот. Поэтому, ну, точно мы задачу точно не решим. То есть будет какая-то ошибка в любом случае. Ага, понял. То есть как бы у нас будет еще нейросеть, которая еще будет функцию F как бы тренировать. Да, да. F — это будет нейросеть. Вот наша задача сейчас как раз-таки понять, как сделать так, чтобы... Ну, смотри, если мы просто возьмем какую-то нейросеть в качестве F, то она будет неинвертирована, потому что нейросеть, она необратима. Соответственно, наша сейчас задача сделать так, чтобы мы могли строить какую-то нейросеть таким образом, чтобы мы еще могли считать обратную функцию. Да, спасибо, понятно. Окей, поехали дальше тогда. Собственно, вот здесь это и написано. Вот наша формула, которую мы вот хотим сейчас... Вот это вот прям наш likelihood, который мы хотим прям вот в точности оптимизировать. Для того, чтобы это сделать, мы должны посчитать... Вот первый член понятен, он как бы... Это простое распределение какое-то. Если это униформ, то это вообще ноль, потому что плотность будет равна единице, и тогда первого члена вообще не будет. Вот. И тогда станет стоп второй член. Если нормальное, но тоже там простое выражение. И, собственно, вся трудность вот в этом члене. Потому что это монстр какой-то, вот детерминант какой-то производный. Причем это матрица, и чего с этим делать? Непонятно. Соответственно, какая сложность вообще вычисления детерминанта? Знаете ли вы? Не знаете вы, знаю я. Она кубическая. Кубическая сложность — это плохо, потому что это много. Вот. И что мы, соответственно, хотим? Мы бы хотели как-то вычислять производную вот эту вот страшную, да попроще. Мы бы хотели сэмплировать из базового распределения, но если мы скажем, что оно какое-то простое, то это не вызывает никаких сложностей. И мы бы хотели еще обращать как-то попроще, потому что, ну вот, чтобы делать и inference, и сэмплирование обратно. Хотелось бы, чтобы это как-то легко было by construction. Соответственно, давайте вот сейчас мы пойдем просто по работам, которые выходили на эту тему, и будем рассматривать частные случаи. Одна из первых работ, которая вышла на эту тему, была про планарные потоки. Она говорила следующую вещь, достаточно техническую, но давайте рассмотрим. Она говорила, давайте зададим функцию g, которая, напомню, равняется f-1. В следующем виде вот будем к z просто прибавлять какую-то надбавку, которая будет иметь следующий вид. Некоторый вектор u будем умножать на некоторую поэлементную нелинейность от, ну, соответственно, скалярного произведения плюс bias. Вот, то есть это достаточно техническая вещь. Вот давайте зададим ее так и поймем, что это хорошо. Соответственно, параметры модели в данном случае — это вектор u. Ну, вот здесь вот в скобках это число, потому что вектор на вектор даст число, скалярное произведение плюс число, и, соответственно, число на, ну, какую-то нелинейную функцию тоже даст нам число. Соответственно, это какое-то число умножается на вектор, то есть здесь вектор, вектор плюс вектор. Вот. И здесь используется следующая вещь. Вот мы хотим посчитать детерминант такого отображения, то есть детерминант вот этой вот штуки. Ну, здесь, соответственно, уже продифференцируем вот эта функция, то есть производная z по dz даст единичную матрицу. От этого что получится? Ну, остается вектор u. Вот он здесь написан. Будет производная функция h. Вот она написана. И будет производная того, что в скобках это просто будет вектор w. Вот он здесь написан. И здесь используется следующий факт. Вот если мы хотим посчитать детерминант единичной матрицы плюс матрица ранга 1. Замечу, что вот эта вот штука — это матрица ранга 1. Почему? Потому что, ну, вот это вот число, число — это просто скаляр. А вот это — это просто вектор на транспонированный вектор. Если мы умножим вектор на транспонированный вектор, мы получим какую-то матрицу, но ранг ее будет 1. Вот. И детерминант вот такой конструкции, где мы имеем единичную матрицу плюс матрицу ранга 1, можно очень эффективно считать. Равен он следующему. Он равен единице плюс… Вот здесь вот, короче, надо транспонирование просто поменять, то есть умножить вектор на вектор, но не вектор на строку, а строку на вектор. Вот. Это просто факт из линейной алгебры, которая достаточно известна и много где используется. И он позволяет быстро вычислить линейно детерминант вот такой матрицы. Если у вас есть матрица единичная плюс ранг 1, то ее детерминант можно считать линейным. Окей. То есть, если мы зададим вот таким вот странным образом преобразование наше G, то мы сможем эффективно считать детерминант, мы избавимся от кубической сложности, причем у нас есть явная формула. И более того, в статье они еще показывают следующую вещь, что так как нам нужно обратимое преобразование, то только одним из способов, как мы можем это получить, мы можем сказать, что H является гиперболическим тангенсом, и вот такая вот штука должна быть больше или равна минус единице. Вот. Соответственно, в статье они там показывают, как сделать так, чтобы вот это выполнялось. Это нас не очень интересует, потому что это не то, чтобы прям… Ну, это одна из первых статей, поэтому уж прям очень подробно рассматривать не будем. Это вот просто пример, что действительно мы можем задать как-то преобразование достаточно искусственно и получить, соответственно, ну, вот все наши хотелки, которые были на предыдущем слое. Сразу замечу, что в чем минус такого преобразования? Оно достаточно сильно сужает функциональный наш класс для функции F. То есть, ну, мы здесь явно прибавляем Z и, ну, вот здесь условно это можно считать некоторым одним слоем нейросети скрытым. Нейросетью с одним скрытым слоем, где у нас вообще один нейрон. То есть мы вот свернули это. Вот это вот это слой, в котором есть только один нейрон. Согласны? Это вот нелинейность, примененная к, соответственно, скалярному произведению. Вот. Это достаточно сильное ограничение. Если мы даже будем вот таким пользоваться, то, ну, нам надо будет вот в данном случае тогда K большое подбирать побольше. Вот как раз еще ответ на твой вопрос. Вот представим, что мы используем вот эти вот планарные штуки, вот эти вот преобразования. И что же мы получим, вот что изображено на этом слайде, каково вообще, какое распределение мы вообще можем получить за стаков вот такие преобразования. Соответственно, если мы используем просто одно такое планарное преобразование, то что мы вот можем получить из нормального распределения и из равномерного. Ну, можем получить какие-то штуки, вот гуся, но тут у нас сплюснул. Если мы стакаем два таких преобразования, то наше распределение уже становится многомодальным. И это уже хорошо. А если мы застакаем 10 таких штук, то мы вообще каких-то чертей уже можем получить и достаточно сложное распределение можем моделировать. Опять же, в данной статье они вообще использовали достаточно сложную, уже более сложную схему, которая там еще и в Y внутри использует. Про это мы поговорим в следующий раз. Вот пока что на этом слайде надо посмотреть, что действительно за стаков таких преобразований вот до 10 штук мы можем получить очень сложное распределение. Так, окей. Теперь простой вопрос. Чему равен детерминант диагональной матрицы? Отвечу сам. Детерминант диагональной матрицы равен произведению диагональных элементов. Как бы это не было тривиально. Соответственно, если у нас, вот давайте представим, что мы же можем сказать, что вот эта функция F, она у нас имеет вот вид следующий, то есть она распадается по компонентам, то есть Z1 получен из X1, Z2 из X2, ZM из XM. Что мы тогда получим? Детерминант мы будем считать просто сходу, линейно, просто просуммировав логарифмы всех диагональных элементов. Окей, но в чем минус такого преобразования? Это еще больше сужает класс доступных преобразований, и мы теряем связь между компонентами, что в целом логично. Если у нас Z1 зависит только от X1, то мы никакие сложные зависимости между компонентами не сможем задать. Окей, давайте рассмотрим случай, когда детерминант, когда матрица F имеет треугольный вид. Если матрица F имеет треугольный вид, то детерминант у нас тоже считается как произведение диагональных элементов, но тогда у нас затыта зависит от всех компонентов, от одного до И. Ну и, соответственно, X и T будет, если обратным преобразованием, будет зависеть от Z1 до И. Вот. Под обратным преобразованием я здесь имел в виду, что тоже матрица Якоби такого преобразования будет диагональной, треугольной. Вот. Тут сразу можно заметить некоторую связь с авторегрессионными моделями, потому что там мы что-то похожее видели, что у нас возникало X от одного до И, и какие-то такие вьетнамские флешбеки должны у вас в голове пролететь. Но про связь потоков и авторегрессионных моделей, наверное, поговорим на следующей лекции. Вот сейчас пока пытаемся сами придумать, вот как бы мы могли задать функцию F. Вот мы сказали, диагональная матрица может быть, но конечно окей, все эффективно будет, но сложную зависимость мы не получим. Можем задать треугольную матрицу, и вот уже что-то хорошее может получить. Так. Теперь рассмотрим следующую модель, она называется Nice, и она предлагает достаточно общую вещь, которую дальше будут использовать многие другие модели, поэтому давайте с ней разберемся. она задает поток, соответственно, как комбинацию нескольких слоев, где каждый слой является некоторым слоем связи, coupling layer. Этот слой задается следующим образом. Мне кажется, или я сегодня как-то медленнее рассказываю все. Задается он следующим образом. Давайте разделим наш исходный объект X на две части. Первая часть — это первый ID компонент, от 1 до D, вторая часть — с компонента D, ну, здесь я имею в виду, D, видимо, не включая, ну, либо здесь D плюс 1, неважно. Ну, короче, непересекаемые компоненты с компонента D до компонента M. Окей, ну, давайте просто разобьем. Если это картинка, то там, я не знаю, поканально, либо там в шахматном порядке, сейчас еще обсудим это. Вот, разбили. Теперь давайте сделаем следующее преобразование. Вот здесь вот мы задаем как раз преобразование F. Вот то, что здесь написано, это преобразование F. Мы его задаем в следующем виде. Первый D компонент мы оставляем неизменными, а вторые D компоненты, не D, а, соответственно, M минус D компонент, мы задаем следующим образом. Это некоторая функция tau от, соответственно, второй части нашего вектора, тензора, буду назвать это вектор, ну, потому что любой тензор можно вытянуть в вектор. И некоторые функции c от первой части. Опять же, выглядит достаточно искусственно, но такая вещь задает достаточно большой класс преобразования. И давайте поймем, во-первых, что нам нужно для того, чтобы вот эта штука была обратимой, и какие преобразования вообще можно задать вот в таком виде. Ну, как нам найти обратное? От первых D компонент далеко ходить не надо. Ну, они задаются просто. x1 и xd — это просто z. А вторая часть вектора задается в следующем виде. Мы должны взять tau в минус первый от второй части z и, ну, соответственно, вот от этой штуки c. Здесь вот эта вот производная, а обратная функция имеется в виду по первому аргументу. То есть мы хотим взять обратную функцию только по первому аргументу. Вот. Соответственно, если наша функция tau будет обратима по первому аргументу, то мы сможем вот вычислять обратное преобразование. Сейчас мы поговорим, что такое tau и c более подробно, поэтому пока что может быть очень непонятная и достаточно искусственная вещь. Вот. Но пока вот сказали, это вот общий вид преобразования, который мы дальше будем рассматривать. Соответственно, что такое… Стори, а там c не надо в минус первый во второй системе? Нет, сейчас объясню почему. А что мы здесь, соответственно, имеем? Вот здесь не надо… Давай даже сразу могу объяснить, почему. Почему не надо c в минус первый, потому что… Что здесь написано? Здесь написано x1… Ну, это первая часть x. Первая часть x в точности равна z. Поэтому обратная тебе здесь не нужна. У тебя вот x1d равен z1d. Поэтому здесь все правильно. Здесь, то есть, ну, вот если ты x напишешь, то ничего не изменится, просто у тебя здесь x должен зависеть полностью от z, поэтому написано так. Вот. Поэтому, да, это хороший вопрос. Соответственно, c мы назовем некоторые функции связи, а на нее накладываем следующее условие. Но она должна принимать некоторый вектор из rd и переводить его в некоторый вектор из rk, где k какая-то другая размерность, про которую мы ничего не говорим. Тау — это некоторый закон связи, который, соответственно, действует вот из пространства r минус d и некоторого пространства, которое задается преобразованием функции связи в, соответственно, r минус d. Что важно заметить здесь? Вот если мы задаем, вот какие мы условия наложили? Мы сказали, что у нас функция тау должна быть обратима по первому аргументу. Это все условия, которые мы наложили вот на эти формулы. И мы ничего не сказали про функцию c. Она у нас не должна быть обратимой. А это значит, что функция c может быть абсолютно любым зверем. А когда мы говорим про какие-то функции, которые являются любым зверем, мы сразу будем думать в голове, что это может быть какая-то нейросеть. То есть мы смогли вот таким вот простым преобразованием вставить нейросеть сюда. Окей. Сейчас про это еще поговорим. Давайте посмотрим, чему же будет равен детерминат в таком случае. DZ по DX. Ну, рассмотрим первый D-компонент. Так как Z и X в первых D-компонентах зависит абсолютно, ну, это identical function, поэтому здесь будет просто единичная матрица, а от вторых M-D компонент у нас нет зависимости, поэтому будет нулевая штука. Соответственно, ну, понятно, что вот если мы так сделали, то у нас получается блочный диагональный, не блочный диагональный, ну, блочный диагональный, да. Во-первых, блочный детерминат получается, во-вторых, еще и диагональный, потому что здесь 0 вырисовывается. И, соответственно, на второй строке у нас здесь стоит честное производное D, ну, второй части по первой части, это, то есть вот мы должны вот эту штуку продифференцировать вот по этому зверю, и эту же штуку должны продифференцировать вот по этому зверю. Так как у нас блочный диагональный детерминант появился, то вот эта штука преобразуется в более простую. Мы должны просто вычислить вот эту вещь, потому что здесь у нас единичная матрица, здесь нолик, поэтому эта штука не влияет, и нам надо вычислить только вот эту штуку, то есть производную второй части Z по второй части X. Окей, как-то мы себе задачу упростили, но пока непонятно насколько. Что еще здесь важно заметить? Нет, пока не будем ничего замечать, давайте так оставим. Соответственно, вот наш coupling player еще раз, который мы выявили на прошлом слайде. Это я уже даже проговорить успел. Мы не сказали никаких условий на функцию C, поэтому функция C может быть абсолютно любой, а следовательно мы туда можем в нейросети любимые подставить. Теперь давайте рассмотрим, что же такое tau может быть. Ну, чем мы можем задать tau? Давайте, во-первых, попробуем просто X плюс C сделать. Понятно, что такое преобразование X плюс C будет обратимо по первому аргументу. Почему? Потому что, чтобы получить X, надо будет из tau просто вычесть C обратимо. Ура! Хорошо. можем сделать что-то сложнее. Можем умножить X на некоторый вектор C. То есть мультипликативный закон связи будет. Что важно? Важно, чтобы C не было равно нулю. Почему? Потому что если C равно нулю, то тогда функция tau становится необратима в X и, соответственно, у нас не поток будет. И можем сделать афинное преобразование, то есть умножить на C и прибавить, ну, умножить на C1 и прибавить C2. Соответственно, C1 снова не равно нулю. Вот. Ну, понятно, что такое преобразование тоже обратимо. Надо из tau вычесть C2 поделить на C1. Вот. Что еще здесь написано? Соответственно, чтобы получить более широкий класс распределений с опечаткой, которые мы можем задать, мы должны застакать побольше таких слоев связи. Но очень важный момент. Мы вот здесь вот первой строчкой оставляем первые компоненты нетронутыми. Если мы застакаем таких слоев 7 миллиардов, то в итоге мы получим в любом случае первые компоненты нетронутые. Это плохо, потому что мы тогда их никак не, ничего там не смоделируем. Поэтому, чтобы сделать такое преобразование более flexible, мы должны делать следующее. Мы должны, когда мы переходим от одного слоя к другому, менять вот этот порядок. Если мы здесь разбиваем поровну компоненты, то мы должны на первом слое оставить первыми нетронутыми, соответственно, первую часть вектора, во втором слое поменять эти две компоненты и сначала оставить нетронутые вторую часть вектора, а первую поменять, ну и так далее, короче, менять. Соответственно, порядок, как мы выбираем вот эти вот д-компоненты, разбиваем тензор, это такая, типа, некоторая магия, которую мы сами можем задавать. Окей. Какой будет якобиан, если мы будем использовать аддитивный закон связи, то есть x плюс c? То есть вот, напомню, что вот сюда мы должны подставить теперь tau x плюс c, и какой же будет тогда якобиан этого преобразования? Это вопрос к вам. Единичка? Единичка, правильно, ура, хоть кто-то слушает, ура. Соответственно, если теперь вспоминаем немножко какого-то курса, какой-нибудь мотоанализ, наверное, а если у нас есть преобразование, у которого детерминант равен единичке, ну, якобиан, якобиан равен единичке, то что это за преобразование? Это преобразование, оно не меняет объема, то есть вот если мы имеем некоторый маленький кусок объема в пространстве x, подействовали на него преобразованием, у которого якобиан равен единице, то объем, который мы изначально вот имели, он будет сохраняться в преобразованном пространстве. Это не очень хорошо, потому что сильно ограничивает класс наших преобразований. Понятно, что я сказал сейчас? Да. Вот. Можно вопрос? Конечно. А в какой момент мы c обучаем? Потому что пока что кажется, что в итоге выражение, которое мы обучаем, оно не входит. Ну, смотри, давай вернемся куда-то в прошлое. Вот мы имеем вот нашу формулу. Мы хотим вот сюда подставить, соответственно, где там наши бараны, вот даже вот сюда посмотрим. Мы хотим вот эту задачу решать градиентным спуском. Вот f сейчас имеет внутри себя, соответственно, композицию некоторых слоев связи. Каждый слой связи задается как функция tau, закон связи, и, соответственно, там внутри преобразования c. Соответственно, если ты просто продифференцируешь вот эту штуку по тете, тета — это одна из частей тета, это, соответственно, параметры вот этой нейросети c. Соответственно, если ты продифференцируешь и возьмешь градиенты, то ты, соответственно, будешь обновлять. Да, все, я понял. Вот. Соответственно, что вы… У нас на каждом слое по своей нейросети, что ли, получается? Или как? Она может быть за шаренными параметрами, может быть. Нет, это на пользователя остается. Обычно берут что-то маленькое, несколько слоев, типа какой-нибудь резнет-блок. Вот. И, соответственно, вот эта штука, на самом деле, ну, немного похожа на резнет-блок. Если ты два таких преобразования застакаешь с разным порядком компонента, это будет очень похоже на резнет-блок. Мы дальше об этом еще сегодня поговорим. Вот. И, соответственно, вот если это резнет-блок, ну, то есть у тебя несколько резнет-блоков будет. Вот. Каждый из которых ты, соответственно, обучаешь. Если у тебя там что-то куда-то не помещается, то ты можешь пошарить у них веса. Вот. Это уже такая пользовательская настройка. А вот можно еще уточнить, Ром? Да. Вопрос просто на секунду буквально. Вот мы сказали, что от преобразования C на обратимость никак не влияет, детерминат от преобразования C не влияет, поэтому мы можем C настраивать нейросеткой. То есть я правильно понимаю, что, например, в том случае, когда мы не знаем, сколько как бы вот этих взять К преобразований, у нас получается две нейросетки. Одна выбирает, сколько таких преобразований взять, а другая решает, типа, какие именно это преобразования. Нейросеть, которая решает, сколько таких преобразований взять? Ну, да, смотри, то есть у нас одна нейросеть решает на каждом шаге, то есть что за C, правильно? Какое преобразование C взять? Не очень понятно. C – это некоторая нейросеть. Ну да, то есть как бы нейросеть тренируется на каждом шаге, то есть когда мы делаем, вот, ковлинглавер строим, то есть на каждом шаге нейросеть выдает какую-то функцию C, правильно? Нейросеть задает некоторую функцию C, да. Ну да, да, задает функцию C, так? Да. Вот, я просто хочу спросить, это на каждом шаге происходит или нет? Я, честно говоря, не очень понимаю вопросов. Ну смотри, функция C, она очень простая, смотри, то есть еще раз, допустим, у нас сейчас мы меняемся, мы переходим от X к Z, да? Да. А потом мы перейдем от Z к Y. Да. Вот, и у Y будет то же самое преобразование, и я вот хочу спросить, когда мы будем переходить от Z к Y, там будет другая C или та же самая, что была от X к Z? Ну, это ровно, если я правильно понимаю, этот вопрос идентичен предыдущему, на каждом слое ты можешь использовать свою функцию C, то есть это, это не обязательно прям какая-то прям нейросеть, там резнет с тысячами слоями, это может быть там три слоя нейросети, то есть у тебя получается некоторый там резнет-подобный блок, то есть там, я не знаю, три свертки у тебя стоят, и, соответственно, если ты, если у тебя есть возможность построить большую сеть, то на каждом слое таком, у тебя своя C, своя нейросеть со своим вектором параметров, соответственно, если у тебя нет вычислительных возможностей, и тебе сложно обучать большие сети, то ты можешь зашарить у них веса и сделать их одинаковыми, от этого ничего не поломается. Понятно, получается, я могу сделать один шаг, посчитать предоподобие, потом сделать другой шаг, опять промаксимизировать предоподобие и так далее, правильно? А, нет, ты не то спросил, кажется, ты не то спросил. Смотри, нет, у тебя, вот ты застакал несколько слоев, и вот ты, типа, один шаг — это проход по всем слоям, то есть у тебя есть нейросеть. Ты не то, что идешь от X к Z, считаешь правдоподобие, делаешь градиентный шаг, потом от Z к Y тоже делаешь градиентный шаг. Ты делаешь следующую вещь, ты от X идешь к Z по всей сети, по всем-всем-всем слоям, после этого считаешь правдоподобие, потом берешь новый X, прогоняешь его тоже по всей сети, считаешь правдоподобие и так далее. Вот, теперь понятно все стало. А то мы через каждую итерацию максимизируем правдоподобие. Теперь понятно. Спасибо. Так, это обсудили, это здесь обсуждаем. Соответственно, сказали, что вот volume призерного преобразования, это не очень хорошо, поэтому вот в этой статье они сказали следующее. Давайте еще поставим в самый конец следующий такой полуслой. Мы будем просто каждую компоненту X умножать на некоторый скаляр S для того, чтобы просто менять объем, для того, чтобы просто детерминант был не единичный. Это сильно расширяет класс доступных преобразований. В целом это достаточно такой просто хак, достаточно простой и тривиальный, но вот просто они в статье сделали, я вам рассказываю. Соответственно, такая штука тоже будет обратимой, если SIT в 0 не уйдет. Ну, Якобиан, соответственно, сразу отвечу, будет произведение SIT, что тоже легко посчитать. Окей. Ну, и вот они, соответственно, в 2014 году это все предложили, попробовали это обучить, у них что-то обучилось, манист они смогли генерировать, какие-то вот лица в низком разрешении тоже что-то на лица похоже. Понятно, что качество достаточно странное для 2020 года, но как бы достаточно простое преобразование, там нейросеть тоже была не очень большой, поэтому в целом неплохие результаты. Так, давайте дальше. Следующая статья называется Real MVP, Real Non-Volume Preserving, что-то такое там. Non-Volume Preserving сразу говорит о том, что, видимо, то, что они предложат, будет содержать якобиан, который не будет равен единице. И на самом деле они… вот то, что у них написано, очень хорошо ложится на тот каплин-плеер, который мы сейчас выведем. Давайте посмотрим, вот что они предложили и согласимся с тем, что в целом это тот каплин-плеер, который мы написали. Они предлагают следующий слой. Говорят, давайте первый D-компонент оставим неизменными, абсолютно так же, как в прошлый раз. А со вторыми сделаем следующую вещь. Вторую часть X умножим на экспоненту от некоторой функции C1 параметрической и прибавим, соответственно, C2 от той же первой части X. А теперь вопрос к вам. Видно ли, что вот эта штука эквивалентна афинному закону связи Тау? То есть вот у нас было вот здесь вот написано афинное преобразование вот в таком виде. И то, что там написано, это в точности эта штука только вот здесь экспонентно появилось, который сейчас объясню, зачем они написали. Согласны с этим? Да. Согласны. Отлично. Зачем экспоненты? Экспоненты для того, чтобы мы, во-первых, в отрицательную область не уходили и ноль, чтобы был трудно достижим. Если у нас экспонент от этой штуки, то вот эта штука всегда больше нуля строго. Вот. Тем самым мы нолик убираем и у нас все хорошо становится. Это первое, что они сделали хорошего. А второе, соответственно, подставив вот сюда C1, они говорят, что на C1 у нас тоже нет никаких условий. А если у нас нет никаких условий, то давайте тоже туда нейросеть заткнем. И, соответственно, то есть они расширили предыдущий алгоритм NICE двумя вещами. Первое, это вместо аддитивного слоя использовали афинный, а второе, засунули вот в эту штуку, в C1 нейросетку. Соответственно, вот эта штука обратима. Первый D-компонент не меняется, вторые компоненты, соответственно, ну, из Z вычитаем C2, делим на… ну, или умножаем на экспонент, только вот сюда минус подставим, что эквивалентно. Ну и давайте посчитаем, чему равен GBA. Опять же, вот так как у нас блочина диагональная, то надо GBA только вот этой штуки вычислить, то есть вот этого преобразования C2 уходит и остается только экспонента от C1. Вот, то есть умножаем экспоненты от C1, если мы, соответственно, логарифт подставим, то будет просто сумма C1. Окей, так как EGBN не единица, то преобразование не сохраняет объем, что хорошо. Дальше. Вот в этой статье они показали следующую картинку, очень высокоинтеллектуальную. Они говорят следующую вещь. Нам же надо как-то вот эти вот 1 на D и D на M выделить. Как нам это сделать для картинок? Ну, соответственно, давайте попробуем два способа. Первый — это вот возьмем картинку, соответственно, вот здесь W, здесь H, ширина, высота, и просто в шахматном порядке выберем пиксели. То есть пиксели с нечетными номерами, не с нечетными номерами, ну, понятно, короче. Белые пиксели — это будет первый D-компонент, черные пиксели — это компоненты M-D. Вот. Это первый способ. А второй способ — давайте просто поканально разобьем, то есть вот у нас есть тензор какой-то входной, и давайте первые D-каналы будем считать, ну, первую половину каналов будем считать первыми D-компонентами, а вторую половину канала будем считать вторыми компонентами. Соответственно, как нам в нашей сверточной сети вот это вот разбиение достичь? А очень просто. Вот мы на первой лекции обсуждали такие штуки, как Max Mask Convolutions, маскированные свертки, которые там, соответственно, в авторегуляционной модели, в пиксель-CNN не позволяли на будущие пиксели смотреть. Вот давайте же здесь тоже просто будем умножать наши свертки, веса сверток, просто на бинарную матрицу, которая нам будет как раз-таки задавать правильный порядок. Ну вот и все. И можем обучать нашу нейросеть. Соответственно, вот сейчас сразу… Что тут еще? Ну вот еще пример, что действительно они сильно улучшили качество предыдущей модели. Вот они уже смогли там, это Селеб А, по-моему, генерировать вполне себе хорошие лица, да и просто картинки там интерьеров и прочего, церкви. И более того, они вот еще показывают, они там взяли, соответственно, вот это скрытое представление Z, которое они получили, и попробовали просто походить по его скрытому представлению. Ну типа взяли некоторую точку и попробовали походить и вблизи этой точки, там по какой-то сложной траектории, вот там что-то типа окружности, и посмотреть, так как у нас сеть обратимая, то любую Z мы можем обратно в картинку перегнать. И поэтому вот можем просто посмотреть, какие же картинки у нас закодированы в нашем пространстве. Получается, что в целом очень хорошая семантическая связанность этого пространства есть. То есть очень плавно меняется освещение, там лица монотонно переходят друг друга и так далее. Давайте вы сейчас еще поспрашивайте вопросы, если вот что-то до этого момента было непонятно или какие-то сомнения. У меня вопрос. Вот для вот этих вот сложных картинок мы получается очень-очень многомерное нормальное распределение используем, или мы там как-то другом делаем. Я просто знаю, что можно обучать вот эти вот, ну как бы транспорт, транспорт между распределением скрытым представлением, а потом там декодером, автоэнкодером получать эти картинки. Ну просто у нас... Да, смотри, ты можешь получать эти картинки в ВАЕ, например, но в ВАЕ у тебя все равно есть какая-то ошибка, потому что у тебя нечестное правдоподобие получается. Ты оптимизируешь некоторую нижнюю оценку. Потому что потоковые модели, они же не изменяют размерность. Да, они не изменяют... Ну смотри, я не помню, что именно у них в статье, но скорее всего у них просто стандартное нормальное распределение используется. На 100-500 компаний. Оно, соответственно, да, размерности, оно самого объекта. Понятно. То есть это проблема потоков, которую мы сегодня даже еще, если успеем, затронем. Я правильно помню, до 12 мы сегодня? И в любой другой день? Да. Отлично. Можно еще небольшое уточнение? Вот на два слайда назад вернуться, там, где мы определяли функции реал НВП. Вот, да, вот здесь. А я правильно понимаю, что у нас C1 и C2 они из РД маленькая в РМ минус Д? Из Д маленькая в... В М минус Д? Да, все правильно. Окей, спасибо. Вот это полиментное умножение, то есть мы каждый элемент умножаем, это не скалярное произведение, то есть здесь вектор остается. Ну и складываем, соответственно, тоже по СМ минус Д. Так, если вопросов нет, то давайте поедем дальше. Следующий пассаж немножко про другую вещь, но в ней используются потоки и, как мне кажется, достаточно интересное применение потоков. Рассмотрим сети, которые называются RevNet, Reversible Networks, по-моему. Ну, понятно, я думаю, что всем известно, что современные нейронные сети обучаются с помощью backpropagation, тут интересные, конечно, написаны слова, ну, residual сети, резнеты, ну, уж не state of the art, но, короче, хорошо работают, глубокие и так далее. И вот важный момент, что когда мы делаем backpropagation, обычный стандартный backpropagation, для того, чтобы нам вычислить все градиенты, нам надо знать все активации. Что это значит? Что вот у нас в сети есть две фазы, forward pass и backward pass. На forward pass мы из объекта считаем наш выход сети, на backward pass мы считаем градиенты и обновляем веса. Соответственно, для того, чтобы вот сделать backward pass, нам надо знать выходы из всех слоев на forward pass. То есть наш автоград, он, когда ты делаешь forward pass, сохраняет все активации. просто потому, что так надо. В чем проблема? Проблема в том, что если у нас очень глубокие сети, то хранение всех активаций не позволяет нам… Ну, оно жрет память, потому что мы очень много памяти отжираем на то, чтобы сделать backprop. И это плохо почему? Потому что если мы обучаемся на каком-то большом датасете, то нам бы хотелось обучаться там с большим batch size, например. Мы хотели бы на каждом шаге по многим объектам проходить. А если у нас очень большая сеть, то для того, чтобы помещаться в память видеокарты, мы вынуждены уменьшать batch size. Доходит до того, что нейросети обучаются с batch size 1. То есть мы на каждом шаге пропускаем только одну картинку. То есть делаем прям стахастический градиентный спуск по одному объекту. Это не очень хорошо, потому что, ну, во-первых, в нейросетях есть слои, которые работают хорошо только когда у нас большой batch size, например, batch normalization. Вот. А во-вторых, не очень хорошо, потому что если мы говорим о потоках, которые мы сегодня рассматриваем, то в потоках, как сегодня уже несколько раз замечали, размерность x и z она одинакова. А это значит, что у нас в сети нету всяких страйдов, пулингов, которые позволяют уменьшить, соответственно, размер сети сильно. Вот. И это плохо. Поэтому хотелось бы на самом деле как-то сделать так, чтобы нам не приходилось сохранить все активации, а мы бы их могли как-то бы эффективно считать при backward pass. Окей. Теперь давайте еще раз посмотрим на вот этот nice и на revnet. Картинки, это не картинки, но я здесь почему-то написал функцию f, а, знаю почему, потому что я дергал картинки из статьи, поэтому у меня обозначения немного не совпадают с предыдущими слайдами, но уж перерисовывать все картинки из статьи, извините, я не могу. Поэтому немножко обозначения другие, но сейчас, я думаю, разберемся. Вот был nice, в котором был, соответственно, аддитивный закон связи, то есть tau, это x плюс c, и вот эта f, она наша старая c, просто здесь названа в этой статье f, я думаю, ничего страшного справиться. Теперь давайте сделаем следующую вещь. Давайте застакаем два таких слоя. Вот я утверждаю, что если мы застакаем два таких слоя, то мы получим следующее преобразование. Вот здесь я уже использовал y, потому что считаю, что промежуточным результатом был, ну, то есть мы из x первым слоем получили z, вторым слоем получили y. Соответственно, согласны ли вы, что вот это преобразование это два слоя nice? Ну, еще важным моментом, что мы поменяли переменные между ними. то есть сначала мы оставили x1 неизменный, прибавили, ну, тут опять же все наоборот, я молодец, к x1 мы сначала прибавили f, x2 оставили неизменным, а на втором шаге мы, соответственно, вот уже вот эту штуку z1 оставили неизменным и прибавили к x2 некоторую функцию g. Понятно ли, что я сказал сейчас? Понятно. Окей. Вот, соответственно, вот в статье это нарисовали следующим образом, вот у нас есть x и x2, мы, соответственно, применяем к x2 функцию f, складываем ее с x1, потом y1 получаем уже как вот просто то, что здесь имеем, а y2 получаем, соответственно, сложением x2 с вот еще применением функции g к y1. И, ну, понятно, что такое преобразование, оно инвертируемо, потому что у нас аддитивный закон связи, мы, соответственно, можем прокинуть сюда f-ки и все будет хорошо. Но, в целом, вот сейчас уже можно понять, что мы сделали то, что хотели, а именно избавились от условия хранения активации, но давайте проговорим, почему же. Вот, раньше вот мы как должны были работать на нейросети? Мы должны были делать форвард, сохранить активации и считать градиенты уже со знанием этих активаций. Сейчас, если мы используем вот такую вот сеть, то мы можем делать следующее. Мы можем сделать форвард, не запоминать абсолютно ничего, не запоминать никакие активации, что у нас там какие-то промежуточные значения были, ничего не запоминать, запомнить только выход. А дальше, когда мы делаем бэквард, на бэкварде обратно считать активации. Каким образом? Ну вот мы знаем, соответственно, выход сети, Y, мы можем посчитать из него X, то есть выход на, не выход, а какой был вход на этом слое. То есть, зная выход, мы можем посчитать вход. А это значит, что мы можем просто вот таким простым преобразованием посчитать активацию, которая была. и, соответственно, на бэквард-пассе мы можем просто делать, применять обратное преобразование, которое в потоках вот было F-1, применяя обратное преобразование, считать активации и делать бэквард-пасс. Понятно, сейчас я что-то проговорил. Мне кажется, не очень внятно, но... Понятно вроде. Понятно. То есть, мы все сэкономили память, ничего не запоминали, но расплачиваемся тем, что более сложные вычисления. Да, у нас вычисления, там, по-моему, они в статье говорят, что примерно на треть увеличилось, но это абсолютно нормальные числа. Вот. А важно заметить следующую вещь. Так, ну тут вот они приводят результат, что у них получилось на двух датасетах картиночных, это SIFAR-10 и SIFAR-100. Они сравнивали резнеты, резнеты и ревнеты. ну вот какими-то там архитектурами, соответственно, видимо, это слои. Я, честно говоря, не помню, потому что в прошлом году это делал. А что за задача решалась в прошлом году? Здесь классификация. SIFAR-10 это классификация на 10 классов, SIFAR-100 это классификация на 100 классов. А мы это делаем потоковыми моделями, а зачем мы решаем задачу классификации потоковыми моделями, да? Смотри, да, вот поток, поток, мы сказали, что поток это некоторая функция, которая переводит одно распределение в другое. Мы не обязаны учить ее обязательно максимум лайки худым эту модель. Мы не обязаны вообще решать unsupervised задачу. Мы можем решать любую другую задачу. Вот авторы сказали, что вот есть резнет, он там, когда уже в нем там под 100 слоев, плохо помещаться начинает в карточке и сказали, что вот у нас есть потоки, они как бы задают просто инвертируемую функцию, больше они ничего не делают, просто инвертируемая функция. Давайте попробуем использовать эту сеть для задачи классификации, да, я это не проговорил, для задачи классификации и попробуем получить профит от этого. Соответственно, профит в том, что мы чуть-чуть больше вычислений совершаем, но существенно выиграем по памяти, потому что память становится линейной. А, окей, хорошо. Вот, соответственно, что здесь важно? Ну, во-первых, как они сравнивали сети? Они просто постарались сделать так, чтобы примерно архитектурно две сети были похожи, и понятно, что здесь ревнеты используют вот эти свои каплинг-блоки, которые на самом деле не очень-то хорошо ложатся на резнеты, но попробовали сделать, чтобы было примерно столько же параметров, то есть там наиболее честно постарались сделать эксперимент. И что очень важно? Важно то, что на самом деле не совсем честно сделать вот то, что они предложили, не получится. Не получится почему? Потому что, когда у тебя сто слоев вот таких, например, ты застаковал друг за другом, то у тебя возникает такая проблема как численная ошибка, то есть у тебя на каждом слое может накапливаться какая-то маленькая численная ошибка, и твои активации, которые ты будешь обратно считать, они на самом деле там спустя сколько-то слоев становится, ну, ошибка накапливается с какой-то скоростью, и, соответственно, в качестве ты можешь от этого потерять. Поэтому, ну, это я объясняю, почему на самом деле здесь числа не идентичные. Это, во-первых, потому что, ну, другая архитектура слоя, а второе, накапливается ошибка, и на самом деле результат может вообще куда-нибудь разойтись. Но вот он не расходится и достаточно хорошо работает, и в целом там ошибки на датасетах в целом одинаковые. Это ошибка какая-то, я не помню, топ-1, либо топ-5. Вот. Еще что важно. Важно, что, на самом-то деле в потоках, ну, не в потоках, неправильно говорю, в ревнетах, вот в этих, которые я сейчас рассказываю, не обязательно мы должны делать все преобразования обратимыми, потому что мы сейчас решаем задачу классификации, и нам не нужно прям честное обратимое преобразование назад. Вот. Поэтому мы можем вставлять макс-пуллинги, страйды и другие преобразования, которые уменьшают размерность, но если мы вставляем такое преобразование, то на форвард-пассе активацию в этом месте, когда мы вставляем вот это преобразование, мы должны сохранить, иначе мы не сможем ее восстановить. То есть все те преобразования, которые не меняют размерности входа, мы можем забывать и не хранить, а если мы вставляем всякие пулинги, то мы можем, то мы должны сохранять активацию. Понятно это? Вот. Соответственно, тем самым мы можем уже получать какую-то нормальную человеческую сеть, и, собственно, они это и сделали, чтобы как-то быть похожим на резнет, потому что в резнете есть пулинги, страйды и вот это вот все. Вот. И еще важный момент, что если вы используете какой-то там TensorFlow, PyTorch и подобного зверя, то вы должны переписать backward pass сами, потому что если вы этого не сделаете, то ваш фреймворк все равно будет сохранять активацию, потому что ну вот он так устроен. Вот. Они там в статье даже, по-моему, все в докод написали, это не так на самом деле сложно, надо просто там ручками градиентов взять и там ручками их оптимизатора кинуть. Вот. Так. Понятно ли вот про что это вот было? зачем это нужно и так далее. Сейчас будет следующая статья. Так. Будем считать, что понятно. Следующая статья, в ней будет мало на самом деле науки, они в целом ничего не предлагают, а используют то, что уже использовано до них. Что они хотят сказать? Вот в глубоком обучении есть такая вера в то, что опять же, сейчас будем рассматривать задачу классификации, сразу проговорюсь, заблуждение у вас ввожу. Есть такая вера, что когда мы строим глубокие сверточные сети, то происходит следующая вещь. Мы спустя несколько слоев теряем некоторую неинформативную вариабельность данных, некоторую, то есть в исходном пространстве картинок, например, которое большое и так далее, есть много лишней информации. И есть такая вера в то, что сверточные сети почему хороши, потому что мы когда-то сужаем наше пространство, уходим от пространственного разрешения к ширине, уменьшаем соответственно наше скрытое представление, и тем самым мы заставляем сеть забыть всю ту информацию, которая не нужна нам для предсказания. И это хорошо, и ровно поэтому сверточные сети учатся. Вот в этой статье авторы говорят следующую вещь, что они точнее хотят нет, давайте еще написано следующую вещь, что почему вообще в это хочется верить? В это хочется верить по двум причинам. Во-первых, в сверточных сетях по скрытому представлению очень сложно восстановить input, то есть они неинвертируемые и даже если ты стараешься построить какой-то алгоритм, который бы инвертировал эту сеть, он работает плохо, потому что спустя много слоев, если ты по своим активациям пытаешься восстановить каким-то образом x, у тебя он плохо восстанавливается. И это говорит в пользу того, что видимо сеть забыла какую-то ненужную информацию и оставила только то, что ей нужно для того, чтобы предсказать метод. А вторая вещь, которая говорит за эту гипотезу, называется Information Battleneck Principle, который приходит из теории информации, про него мы подробно не говорим, но суть в нем такая, что когда мы решаем задачу предсказания некоторой метки класса, мы строим некоторое скрытое представление z, и оптимальное представление должно удовлетворять двум условиям. Оно должно минимизировать совместную информацию, совместная информация это некоторая мера схожести двух распределений. Из теории информации, думаю, что вы когда-то об этом слышали, и тут вам особо не важно, что это такое. Соответственно, мы должны максимизировать информацию совместную между входным объектом и его скрытым представлением, то есть постараться как можно больше забыть информацию об исходном объекте, и при этом максимизировать совместную информацию между скрытым представлением и меткой. Вот. И в целом забывая соответственную информацию об xe, мы получаем какое-то скрытое представление, которое хорошо предсказывает метку. Много слов, мало смысла. сказал я. Поэтому вот что говорят авторы статьи. Вот есть гипотеза, что мы тут выкидываем информацию и все хорошо получается, но давайте попробуем сделать следующее. Они используют умное слово гомеоморфный, суть статьи в следующем. попробуем построить некоторую сеть, которая будет полностью обратима, то есть прям поток в натуральном виде, который бы был обратим с точностью до проекции, то есть до последнего слоя, когда мы уже там в классе проецируемся, мы можем из конца сети и z получить полностью x и при этом не потерять никакой информации и сможем ли мы хорошо решить задачу. То есть если мы вообще отойдем от того, что наша нейросеть должна какую-то информацию вычленять из x, давайте сделаем так, чтобы наше скрытое представление было полностью размера нашей исходной картинки условно. Сможем ли мы в данном случае решать задачу классификации, переобучимся ли мы, получится ли построить какое-то нормальное пространство и так далее. Вот они задались этим вопросом, построили вот такую сложную схему, которая на самом деле очень простая, потому что все, что здесь написано, давайте возьмем x, вот здесь написан некоторый оператор s, который просто разбивает его на две части и, соответственно, вот здесь можете заметить вот такие стрелочки, которые похожи на то, что было в потоке. На самом деле вот здесь они нарисовали real MVP, который мы рассмотрели, просто достаточно сложной схемой, неважно, не вдавайте в эти подробности и что они получили? Они получили сеть, которая называется iRevNet, вот здесь важно смотреть на самом деле на вторую строчку, которая обладает следующими свойствами. Ну, во-первых, это RevNet, поэтому они там тоже не сохраняли всякие активации, у них все было хорошо по памяти, во-вторых, скрытое представление было супер большим, они сказали, ну, то есть фонд статьи в следующем, что для того, чтобы решить задачу классификации, необязательно искать скрытое представление, которое было бы каким-то компактным, это не нужно, мы можем искать большое скрытое представление наших исходных данных, размера исходного объекта, нам необязательно терять какую-то там uninformative variability, мы можем построить такую сеть и ошибка этой сети будет примерно такой же, вот, это все, что они сказали в этой статье, вот, ну, просто статья очень хорошо ложится на ревнет, поэтому я про нее рассказываю, кажется, что в этой статье все, вот, если есть вопросы, давайте, да, конечно, они просто сказали, что все эти принципы неверные, да, они сказали, что для того, чтобы решить задачу классификации, необязательно строить сверточную сеть, которая там избавляется от какой-то ненужной информации, они вот проверили гипотезу, что не избавляясь от этой информации, можно абсолютно так же решить эту задачу. Да, все, понял. В чем разница между ревнетом А и Б, почему такая большой разброс по параметрам? Честно говоря, я точно не помню, помню лишь, что один из них прям полностью обратим, другой не полностью обратим, вот, я, честно говоря, не помню, это надо лезть статью, детали, я думаю, что вам это особо не нужно, если хотите, вот, посмотрите, ссылку, не могу ответить, не помню. Так, правильно ли я понимаю, что у нас осталось 7 минут? Ну, можно, наверное, еще минут на 5 задержаться. Так, рассказывайте или не рассказывайте? Мне кажется, я просто не успею. Давайте тогда вот здесь остановимся, я в следующий раз продолжу вот с этого. Не хочется сейчас поспешить. Окей? Да, хорошо. Какой красивый слайд. Так, ну, тогда давайте на сегодня все. Еще есть какие-нибудь вопросы? Вопросов нет. Окей. Ааааа... Продолжение следует...